ПЕСНЯ 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 Меня Отец, так и я посылаю вас. И сие сказав, дунул и глаголы им. Приидите, Духа Святаго, им же отпустите, грехи отпустятся им, им же держите, держатся. Фома же един от двенадцати, глаголемый близнец, не был там с ними, когда прииди Иисус. Глаголы же ему другие ученики видели Господа. Он же речеем, а щеню вижу на руку его язвы гвоздиные, и не вложу перста моя в ребры его. Не ему веры. И под них осьмих паки были внутрь ученики его собраны, и Фома с ними, прииди Иисус при дверях затворенных, и стал посреди их и рече. «Мир вам!» Потом глагол о Фоме. «Принеси перст твой, и увижь руки мои, и принеси руки твои, и вложи в ребра моя, и не буди неверен, но верен». И отвечал Фома рече ему, «Господь мой и Бог мой». Глагол им Иисус, яка видев мяу веровал, блаженны же, не видевши и веровавши. Много же и на знамени сотворил Иисус предученики своими, я же суть писана в книгах сих. Сия же писана была, да веруют, яка Иисус есть Христос, Сын Божий, и верующие, дабы имели жизнь вечную во имя Его. Слава тебе, Господи! Слава тебе! Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Последние слова Евангелия от Иоанна, которые мы только что слышали, и которыми завершается повествование об уверении Фомы, того самого Фомы, который не поверил в воскресение Христова и потребовал, чтобы была ему дана возможность пальцами своими прикоснуться к распятому и воскресшему Спасителю, осизать его раны, чтобы поверить. Иисус, тот самый Фома, встретился со Спасителем своим, который сказал, вложи свои пальцы в мои ребра и осижи раны мои, и не будь неверующим, но верующим. И замечательное окончание этого евангельского текста «Сие же все написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Сын Божий, и, веруя, имели жизнь вечную». Это, может быть, самые главные, самые важные, самые концентрированные слова Евангелия, в которых открывается все, небо и земля, прошедшее настоящее будущее, в котором пульсирует нерв мировой истории. Если человек верит, что Иисус есть Сын Божий, то ему открывается жизнь вечная. Не та самая обычная перспектива, к которой мы привыкли. Образование, воспитание, карьера, зарплата, успех, старение, пенсия, в лучшем случае добрая старость, а в лучшем случае старость несчастная. И конец. Но ради вращения в этом временном круге сколько мы употребляем сил, энергии, не видя главного и не видя перспективы. Тот, кто верит в Сына Божия, Иисуса Христа, ему дано верить в жизнь вечную. Вечная жизнь — это не только жизнь после смерти. Вечная жизнь начинается здесь, на земле. Вечная жизнь — это способность видеть самого себя, окружающий мир, историю, свое общество, свой народ, весь род человеческий сквозь призму божественного откровения. Можно и так смотреть на мир своими собственными глазами. Но как же много факторов мешают этому зрению. Либо яркое солнце, либо тьма, либо сильный ветер. все это в прямом и переносном смысле влияет на мировоззрение человека, склоняет его мысленный взор, его целеполагание в ту или иную сторону. Но если мы взираем на мир Божий, на самих себя, на народ, на человечество, через призму божественного откровения нам дается видение, которого не имеют другие. Борьба со Христом с Его проповедью Царства Божия, с Его правдой началась сразу, как только Он произнес первые слова. Своей проповеди. Слова были такие сильные, что их нельзя было игнорировать. Но ведь нашлись те, которые говорили. Все это вовсе не так. Он лгун. Он выдает себя не за того, кем Он является. Он представляет себя одним и пытается в этом убедить людей, кто не делает. Кто дал Ему эту силу, кто позволил возмущать народ. Нет, с Ним что-то надо делать. Непременно делать. Несмотря на то, что мы говорим, что это ложь, народ за Ним идет. Несмотря на то, что говорим, что это все не так, и Он, лжец, народ в это не верит. А что же произошло в то воскресенье, накануне, последней недели жизни Спасителя, когда Он вдруг воскресил умершего, тут уже никто не задавался вопросом, как это произошло. Тысячи и тысячи людей вышли навстречу победителю смерти. И что было бы принято решение? Никакими словами никого не уперебедишь. Никакая ложь не работает. Никакой клеветы недостаточно. Его надо убить. И его убили. Посеяв новую смуту в сознании людей, убеждая их в том, что убили справедливо, лучше один человек умрет за народ, чем всем погибнуть, потому что иначе бы римляне ужесточили свой оккупационный режим. И когда вдруг стало известно, что гроб пуст, что его нет во гробе, при том, что стояла стража римская, скованная железной дисциплиной, готовая умереть, но не сойти со своего поста, несмотря на эту стражу, воинов, дробь-то оказался открытым и к вам камень отвален. Не воскрес он. Ученики его ночью украли и сказали, что воскрес. это те самые ученики, которые в страхе разбежались, которые сидели дрожа у себя дома, это они собрались пойти против кустадии, против римской стражи, против тех закованных в латы воинов, которые близко бы не подпустили их ко гробу. Но пущенная ложь вошла в народ, ученики украли. И с тех пор главным нервом всей человеческой истории являются эти великие слова Иоанна Богослова. Все это написано для того, чтобы вы поверили, что Иисус есть Сын Божий и веруя имели жизнь вечную. И ничего нового не происходит за эти две тысячи лет. Та же ложь и клевета, та же мобилизация политических сил, та же мобилизация, если нужно, средство устрашения, угнетения. И вся история церкви это история мученичества и исповедничества. Но совсем особым образом эта история отобразилась в жизни нашего народа, в жизни 20 века. Превзойдя все примеры кровавого уничтожения наследия Христова, нигде никогда ни в одной стране не было сделано на то, что было сделано у нас. И для того, чтобы память была исторгнута, убивали священников, монахинь, монахинь, верующих людей, взрывали храмы, и на этом месте мы знаем, что было. Ну, кто может доказать, что вся эта грандиозная борьба, требовавшая огромных сил, интеллектуальных, административных, военных, финансовых, происходит против мифа. Никакие здесь не мифы, это главный нерв истории. И с какой же благодатью народ наш откликнулся на свободу верить. Как стали возноситься к небу Божьи храмы на всем пространстве исторической Руси. Как этот Божий храм, перед которым мы стоим в момент тяжелейшего экономического кризиса, когда те же самые, что кричали ученики, украли его ночь, те же самые говорили, зачем восстанавливать храм Христа Спасителя. На эти деньги можно купить и сделать то-то, то-то или то-то. Находились и предатели в рясах, как и сегодня есть среди нас такие, которые говорят, а зачем, зачем собираться для молитвы. Давайте забудем, сделаем вид, что сегодня в нашей жизни ничего не происходит, происходит в нашей жизни и очень значительно. Мы тогда восстановили храм Христа Спасителя как символ возрождения Святой Руси, как символ нашей надежды, как символ нашей верности словам, что слышали сегодня от апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Когда у человека открывается перспектива Божьего Царства, то в его жизни появляются знаки присутствия этого Царства. Это радостное биение сердца, когда соприкасаешься со святыней, когда причащаешься святых христовых тайн, когда делаешь добрые дела или когда поклоняешься святыне. Святыня это есть материальный образ присутствия Божьего Царства в человеческой истории. Так она всегда святыня и воспринималась религиозным сознанием людей. И потому перед святынями поклонялись в самые тяжелые моменты истории. И Александр Невский, и Дмитрий Донской, и Суворов, и Кутузов, и Нахимов, и маршал Жуков все преклонялись пред святынями в судьбоносные момент истории, как перед знаками присутствия неба на земле, Божьего Царства. И Господь слышал молитву и великих, и неизвестных, и преклонял милость к нашему Отечеству. За последние годы духовного возрождения в России было достигнуто очень много. И может быть одно из самых важных это то, что люди, в том числе принадлежащие красным религиозным традициям, стали сознавать себя ближе друг к другу, стали сознавать, что между ними есть некая общность, дающая им какую-то точку опоры в этом метущемся и быстротекущем историческом процессе. И в этом смысле Россия является собой удивительный пример взаимодействия людей, традиционно принадлежащим к тем религиозным группам, которые всегда присутствовали на территории нашей страны. У нас есть и другие достижения, самое главное из которых это миллионы и миллионы людей, которые осознали, что православная вера является опорой их жизни, которые не готовы разменять эту веру, не готовы от ней отказаться и не готовы думать о будущем своей страны без опоры на православную веру. И когда мы сегодня подверглись атаке гонителей, несопоставимой с тем, что было в прошлом, но опасной тем, что сам факт кощунства, святотатства, издевательства над святыней предлагается рассматривать как законное проявление человеческой свободы, как то, что должно защищаться в современном обществе, вот этот подход даже эти микроскопические явления превратил в явление огромного масштаба и задел каждого верующего человека. что мы делаем сегодня здесь с вами, мои дорогие, собравшиеся в таком множестве. Мы с вами не пришли на митинг, церковь не проводит митингов, у нас нету с вами никаких плакатов, у нас хоругви, иконы. Мы пришли для того, чтобы помолиться Богу о стране нашей, о народе ее, чтобы больше никогда и ни при каких условиях не был взорван храм Христа Спасителя, не были осквернены наши святыни, не была изолга на наша история, не был извращен наш дух и наша нравственная сила. Мы никому не угрожаем, мы не демонстрируем свою силу. Сила Божия в немощи совершается, но никто не может запретить нам судьбоносные моменты истории, а сегодня переживаем такой момент собраться вместе на молитвенное стояние, у слова стояние есть общий корень с другим словом предстояние. Так вот, мы собрались для того, чтобы предстоять Богу, чтобы молиться об Отечестве нашем, о народе нашем, о молодежи нашей, чтобы Господь оградил ее от дьявольских искушений, соблазнов, внушений, на которые уже когда-то оказался так падким наш народ, погубившим и страну, и самую себя. Мы будем молиться о процветании великой страны нашей, исторической Руси, общего духовного пространства от Черного моря до Белого, от Балтийского моря до Тихого океана. Но сегодня наша особая молитва о России, чтобы Господь преклонил к нам свою милость, дал нам возможность с миром в душе, с радостью в сердце идти навстречу будущему, памятуя о том, что Господь с нами. Я призываю вас всех сейчас сосредоточиться, предстать пред Господом в простоте души своей и в чистоте сердец и вознести молитву о стране нашей, о народе нашем, о церкви нашей, дабы Господь преклонил милость и явил нам всем способность видеть грядущие Божье царство, которое, начиная здесь на земле, не прекращается земной жизнью, но уходит в вечность. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смерть ее, смерть поправ, и сущим гробящим дарвов, Христос воскресе из мертвых, смерть ее, смерть поправ, и сущим гробящим дарвов, Христос воскресе из мертвых, смерть ее, смерть поправ, и сущим гробящим дарвов, помилуй нас, Боже, по велице и милости Твоей, молимся, услышим и помилуй. Господи, молимся, о великом господине и отце нашим, святейшем патриархе Кирилле, о преосвященных митрополитех, архиепископех и епископех, и все его Христе, братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй. Ежемилостивым оком презреть и на церковь свою святую и сотворить ее невредимо и непреоборимо от восстающих на нее и попирающих святынье я. Молим тебя, милосердный Господи, услыши помилуй. Помилуй, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Твои же просветите мысли неверием и ожесточением помраченных светом своего богоразумия. Верных же своих укрепите и непоколебимых правоверии соблюсти. Молим тебя, всесильный творче, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Давай заповедь твою нам, ежи любите тебе Бога нашего и ближнего своего. Сотвори до ненависти, вражды, обиды, сдоинства, клятва, преступства и прочее беззаконие прекратятся. Истинная же любовь да царствует в сердцах наших. Молим Господи, спасителя наш, услыши и милостивно помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ищем молимся за все, братья и за все, христиан. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Услышен, Боже, спасителю наш, упование всех концепт земли и сущих в море далече. И милости в милости буди, владыко, о гресях наших и помилуй милости в бое человека любят Бог и си. И тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и пристно и во веки веков. Аминь. Всевышний Всевышний Боже, Владыка и Содетелю всея твари, наполняя вся величеством Твоим и содержащей силою Твоею, к Тебе, великодоровитому Господу нашему препадаем, сердцем сокрушенным, исповедуя грехи и беззакония наше. Ими же прогневали Твое благоутробие и затворили щедроты Твоя. Всего ради уничижениям и поношениям поразил нас, попустил храмы Твоя дать и на поругание восстающим на Тя. Примилосердный и всесильный Боже, не до конца гневайся, буди милостив нам, молит Тебя Твоя Церковь, представляя Тебе начальника и совершителя спасения нашего Иисуса Христа. Укрепи нас в православной вере силою Твоею, заблуждающим же просвети разумные очи светом Твоим Божественным, да разумеют Твою истину, умягчи их ожесточение, утоли вражды и нестроения, на Церковь Твою силу и дьявольскую воздвязаемые, да все познают Тебе Господа и Спасителя нашего. Не отврати лица Твоего от нас, Господи, воздашь нам радость спасения Твоего, помяни милости Твоей, я же показал отцом нашим, отцом приложи гнев Твой на милосердие и дашь нам помощь в скорби сущем. Молит Тебя Твоя Церковь, представляющая Тебе ходатайство всех святых земле русской просиявших, изрядней же пресвятые Богородицы и преснодевы Марии, атлет древних покрывающая и заступающую землю нашу. Возгрей сердца наша теплотою благодати Твоей, утверди волю нашу воли Твоей, да якожа древле такой и ныне прославится всечестное Твое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Али 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 Господь, Господь Святая, Господь Светлая, Господь Всесвятая, Господь Словский избавитель, Песня. 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 Христос воскресе Из мертвых Смертью смерть Управь Источник в окрове Живот народа Воскреси из мертвых Христос Истинный Бог наш Молитвами причистая Спая Матери Святых славных и всехвальных апостол Святых новомучеников И исповедников российских Святых и праведных Бога Отец И Акима и Анны И всех святых Помилует и спасет нас Яко благ и человека любец Христос воскресе Христос воскресе Христос воскресе Всех вас, мои дорогие, еще раз поздравляю с Пасхой Божией и Спасительной Мы совершили этот торжественной И это молитвенное предстояние Пред Богом Взирая на иконы Несущие на себе Печать надругательств А также перед величайшей святыней Всего христианского мира Частью нишвенного Христова Спасителя И перед гвоздем, которым он был пригвожден ко Кресту Я благословляю никогда и ни при каких обстоятельствах Не реставрировать эти иконы Пусть знаки, нанесенные на них Постоянно напоминают нам О невидимой брани Которую каждый христианин Должен вести В первую очередь С самим собой Со своими грехами Утверждая мир и правду Божию В окружающем нас мире Христос воскресе Воистину воскресе Христос Аминь Великому господину И отцу нашему Кириллу Святейшему патриарху Московскому и всей Руси И святотроицкие Сергеевой Лавры Священно архимандриту Со всей его Богоспасаемою паствою Преосвященным митрополитом Архиепископом и епископом Богохранимей стране нашей Властем Воинству Благочестивому народу нашему Всему освященному собору Братья и святого храма сего Всем здепредстоящим и молящимся И всем православным христианам Многое лето Многое лето Многое лето Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас давайте все вместе споем символ нашей веры, как знак нашего единства, нашей принадлежности к единой и святой соборной апостольской церкви, исповедующей веру, что получили мы от Господа через святых апостолов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Человеческая Дима Человеческая Дима Человеческая Дима Человеческая Дима Человеческая Дима Человеческая И апостольскую церковь И с победою едино крещением Оставление грехов Чаю воскресенья мертвых И в жизни будут шагом века, аминь Семь верю вас, твоя, Крадьев святый Украшай свой пол Мече ложе степи И лицом степи Росслави Семь верю вас, твоя, Красота, велитая Семь верю вас, твоя, И в жизни будет шагом века, И в жизни будут шагом века, И в жизни будет шагом века, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать на наш канал!